Развитие интуитивного постижения мира Тогор представил в виде нескольких этапов. В детстве это было неустанное наблюдение за природой, наполнявшее его душу чувством близкого общения. После посвящения в бракуство размышление над мантрой Гайдри неизменно вызывало чувство чистого восхищения бесконечным существом, объединяющим, цитата, в одном потоке творения – мой ум и внешний мир. Далее Тогор называет религиозный опыт прямого созерцания высшей реальности в 18-летнем возрасте, которое затем нашло поэтическое воплощение в стихотворении «Пробуждение потока». В дальнейшем моменты духовного откровения повторяются как соприкосновение души с высшей реальностью. Этим духовным путем Тогор обрел свою религию человека, который и дал развернутое философское обоснование, связав себя с ведийской традицией созерцанием, он подкрепил свое размышление и идеи в творческой интерпретации вед, упанишат и хаглагиды. Однако столь же востребованы в его философствовании и на религиозные тексты учения. Это и ясно за раостризм, это учения Будды, Лаоцзы и библейские мотивы тоже в религии человека встречаются. Несмотря на преемственность традиции, Тогор вполне самобытен в философии, поскольку мыслит независимо от наличных традиций и современных тенденций и нетривиально синтезирует важнейшие идеи и значимых для него индийских и западных течений мыслей, говорит об их духовном влиянии на него. Прежде всего, это влияние монотеизма и неоведантической философии Брахмаса Маджи. Толкование у Панишад и Веданты Рамоха Нарая, который вывел на первый план идею Бога как Творца Вселенной и человека. Это влияние идей творчества человека в мире как Божьего дара, а также критика Адвайта воды и Майя воды у Демидрианат Катагора. Рабинрианат пребывает в русле неоведанта в ее брахмаристском исполнении. Поэтому уже в первый период творчества он определил свою позицию в отношении Адвайта и концепта Майи. Об этом я еще буду говорить. Одной из главных ролей в становлении гуманизма Тагора сыграл общий поворот к проблеме человека в мысли и культуре бенгальского ренессанса. Особым было влияние бенгальского вишнуизма и поэзии бенгальского вишнуизма, и поэзии балов, которая по его словам говорит о цитата «сильной тоске сердца по божественному в человеке, а не в храмах, священных писаниях, образах и символах». Из западных влияний в религии человека особенно выражен векторный историзм как принцип мышления, благодаря которому Тагор показывает динамику развития человека, религии, обществ, а также современные эволюционные представления, позволяющие ввести в индийскую мысль новую модель мышления о человеке, существе творящем, преодолевающем ограничения и развивающемся. Философия, развертывающаяся на страницах религии человека, представляется мне результатом синтеза свободы мышления и индийской традиции мысли. При этом у Тагора свобода предполагает преодоление норм, шаблонов и стереотипов, мышления буквально поверх барьеров, и самостоятельный поиск истины, а также диалог с любыми культурами. Традиция выступает в нескольких ипостасях, как источник вдохновения, подтверждение собственных размышлений и озарений, как свидетельство вписанности его мысли в индийское интеллектуальное и духовное пространство. Особенностью отношения Тагора к традиции является избирательность. Все интересующие его традиции неортодоксальны, появились благодаря той же самой свободе и противодействию ортодоксальности и догматизму. Благодаря этому синтезу Тагор выходит на универсальный смысл своей философии. Я постараюсь показать, как это выглядит в религии человека. Понимание бытия у Тагора исходит из результатов религиозного опыта. Бесконечное, Верховный Сущий, Истина, Бог, названное именем Джибан-Дебута, Божество Жизни. Это ключевое понятие его антологии, поскольку называет исток, основание, содержание и смысл бытия. Отношения между Богом и человеком всеобщие и одновременно глубоко личные, связанные с его жизнью и призванием. Джибан-Дебута задает подход к осмыслению бытия. Тагор соотносит его с владыкой Упанишад, которого называют Верховной Душой, Богом этой человеческой вселенной. Бог охватывает собой мир и создает единство. И этот свободно избранный термин Джибан-Дебута подтверждается авторитетом первой шлоки Ишу-Панишад. «Идея человечности нашего Бога или божественности вечного человека – главный предмет этой книги», – заявляет Тагор, ссылаясь на то, что эта идея была дана ему в сознании через прямое видение. Данное в Откровении он соотносит с вопросом о характере Брахмана и его взаимоотношении с человеком. В критике Адвайты и идеи безличного Бога мыслитель следует брахмаизм. Происхождение этой идеи Тагор возвел к древности, когда брахма превратился со временем в метафизическую абстракцию непостижимого и неописуемого брахмана. Для мыслителя недвойственность и бескачественность – это первозданное, несовершенное состояние. Безличная идея – это закон, доступный к постижению логики и негативное измерение бесконечности. А позитивный аспект Адвайта – это абсолютное единство, в котором проявлено совершенство. Гармония, дарующая человеку в радости и любви чувства бесконечности. Адвайта для Тагора антологически возможна только как единение с бесконечной в любви, но с позиции взаимоотношений человека и Бога. Адвайта абстрактна и лишена того самого человеческого измерения бытия. В самой идее безличного остается пространство отрицания. «Поскольку познание мира тесно связано с личной самостью человека, то есть с Я, на самость ориентирована и религия, которая, цитата, ищет высочайшие ценности для существования человека в этом Я. Благодаря личному Я, осознаваемому как проявление высшей личности, человеку становится ясно, что Бог – это личность, пребывающая в сердце всего, которая превыше абстрактного безличного Бога космической силы». Термин «посмо налетей» и «посмо в религии человека» – это аналог бенгальского «бэктигот», восходящего к санскритскому «вьякти», индивидуально. Приводя фрагмент Катхова Панишада в доказательство мысли о личности Бога, Тагор передает шлоку «нет ничего выше Пуруши, это конечная цель, это высший путь, как никто не превосходит личность, он высший, он конечная цель». Пуруши становится личным Богом, бессмертным, в котором пребывает вневременная любовь, целью познания, источником радости и залогом бессмертия людей. Личный Бог понимает Тагора как творец. Здесь он тоже мыслит в русле брахмаизма, в котором периферийные мотивы Панишад выведен на первый план. В религии человека акцент сделан на сути и принципах творения, постигаемых интуицией с опорой на опыт. Суть бытия творца и творения поэт видит в любви. Это, цитата, «высшее истинное бытие самых совершенных отношений». Гармония отношений и единения элементов в целостных явлениях Вселенной – это два принципа, на которых строится весь творный мир. Европогенная концепция эволюции, Вселенная в жизни и антологии Тагора служит двум целям. Показать, что процесс творения сложен и многосторонен, и подчеркнуть роль свободы живых существ, включающихся в него как деятельное начало, противостоящее инертности материального мира. Между тем, при всей современности, нарисованной Тагором, картина эволюции, она неуловимо напоминает абрисы творения в ранних Упанишадах, но на них он не ссылается. Создание космоса было лишь предварительной стадией творения перед возникновением жизни с ее, цитируют, даром роста и силой приспособления. С самим своим появлением она заявила о ценности существования. Тагор называет творение чудом, в котором есть место эволюции жизни, в борьбе с противостоящей ей материи, стремлению к неведомому, свободе, эксперименту, разветвлению путей развития живых существ, непредсказуемости, конфликтам и примирению противоположностей. Жизнь существует и развивается как взаимоотношения в единстве, которые проявлены в совершенной координации функций и внутри существ, и внешне, то есть в их сотрудничестве друг с другом. В целом же, абрис процесса творения не оставляет сомнения, что целью его было появление человека, носитель тех качеств, которые есть у Творца, а Вселенная, созданная до появления жизни, сотворена для человека и как Вселенная человека. Появление человека Тагор представляет поворотным пунктом эволюции, новой фазой эксперимента жизни, поскольку в нем должно произойти самовыражение истины и смысла жизни. Внешний поворот заключается в завершении процесса физиологической эволюции жизни. Поэтому человек утвердился в конкретном телесном облике, что, по мысли Тагора, было его первым заявлением о свободе от установлений власти природы и физической свободе, которая есть залог сознания себя в центре окружающего и одновременно условия свободы духовной. С этих пор прогресс жизни стал тем, чем должен быть, цитирую, совершенным прогрессом самой внутренней жизни, а эволюция превратилась в эволюции духа. Жизнь осознает самую себя благодаря человеку, Вселенная обретает человеческое измерение благодаря проявлению в человеке вершим духа и Бога личности. Вместе с человеком в мир вошел разум, прежде не игравший роли во Вселенной. Фундаментальной характеристикой человека как творение Бога является божественный дар свободы, физической и духовной, включающей в свободу смело и энергично действовать, ошибаться, расплачиваться и за свою непокорность природе рисковать, творить, а также право строить собственный мир и быть в нем суверенным правителем. Размышления о содержании и смысле человеческого бытия Тагор внешне согласует с традицией, ссылаясь на стихи от Харваведа, в которых выясняется, кто наделил Пуршу качествами и способностями. Шлоки от Харваведа он трактует как указание на высшую личность, то есть Брахмана, источник всего человеческого в людях, то есть Пуршу. Но далее Тагор свободно размышляет о человеке, хотя и сотворенном, но, цитата, оставшемся незавершенным своим создателем. Последний наделил его способностями, чтобы помочь ему в дальнейшей эволюции. Он говорит об обучении творения, обучении человека, чтобы он самостоятельно создал в себя свою жизнь, дух, начал соседать, развиваться, раскрывать родство своего духа с Богом, устремляться в бесконечность и будущее и творить цивилизацию и историю. С этого решающего поворота обозначаются важнейшие по мысли Тагора аспекты человеческой сущности, составляющие сердцевину тагоровской антропологии. Первый аспект – присутствие божественного начала в человеке, который он осознает в перспективе бесконечности. На это указывает шлок от Харваведа, который он переводит так. «Праведность и истинно великие устремления, поклонение, инициатива, героизм, процветание, прошлое и будущее пребывают в исключительной силе этого избытка». Вот этот термин «сёблэс» – бенгальский аналог «отирикта» – одна из ключевых категорий, которые Тагора использует для описания феномена человека, чтобы показать его безграничность, независимость, свободу и устремленность в будущее, в будущее и бесконечное. Избыточное в человеке – это его суть, физически и духовно отличающая его от всех живых существ, поскольку божественно по происхождению и отражает истину человека, пребывающего в сердце вечности, и божественный дар свободы. Оно избыточно для жизни животной, реальной, биологической, но без этого человек не мыслят. Человек как существо духовное, религиозное и творческое, создатель культуры и цивилизации. Со своей стороны, Бог, наделяющий людей избыточными качествами, одновременно Бог и человек в одном лице. Предлагаемое Тагором объяснение соотношений божественного и человеческого, универсального и индивидуального, укладывается в две идеи. Первое. Творец – это человек вечный, носитель совершенства, общая идея человека, а человек индивидуальный – это воплощение вечного человека, идеала, отличное от всех подобных индивидов, уникальное и значимое. За этим прочитывается и отношение Брахмана и Атмана, и Бога и Джива в Веданте, и излюбленная мысль Баалов о связи человека с Богом. А другая идея – человек как творение представляет Творца, и поэтому именно ему дана возможность постичь этот мир в познании, чувствах и воображении, осознать в индивидуальном духе союз с Духом, пребывающим повсюду. Конец цитаты. Здесь хорошо видна не только традиция индийской мысли, которая близка идее познания Бога по его Вселенной, но и философия, созданная Рамоханам Райом для Абрахма Самаджи. У Тагора человек постигает Творца и путем исследования своей внутренней сути, и постижением природы. Божественное в человеке, выраженное в единстве его существа с Богом и миром, воплощено в его Я – Селф, или бенгальское Амар Ами. Личности, соотнесенные с высшей личностью и с каждым человеком в человечестве. Отсюда второй аспект – отношение к другому. Человек, цитата, «теряет себя в изоляции, он находит собственное, большее и истинное Я в своих обширных человеческих отношениях». Отношение, коммуникация, связь для Тагора – это фундаментальное истинно-бытие. Человеку отношение помогает преодолеть эгоизм, осознать себя, свое бытие, человечность и божественность, истину, добро и красоту, но также потребовать от каждого самоотречения и подчинения себя Вселенной ради объединения с универсальным духом. Это добровольное подчинение, цели которого для Тагора положительны – сотрудничество, развитие и творчество. И потому в нем всегда, в этом подчинении, присутствует свобода. Отношение к другому. Во-первых, это отношение к вечному человеку, с которым соотнесена каждая личность, взаимонаправленное отношение любви и, вместе с тем, отношение труда и сотрудничества. Право творить, которое человек когда-то взял себе, оказывается обязанностью по отношению к Творцу. И мотив Пхагавадгиты, знаменитый о долге и труде беспривязанности, Тагор повторяет в новом толковании. Ссылаясь на Лупанишады, он представляет Творца, или Вишвакарму, всемирным тружеником, работающим для мира. И находясь в союзе с Богом, человек тоже призван стать Вишвакармой, сотрудником Бога, трудиться для всех. Как в свое время Брахма, то есть Пуруша, 90-го гимна Ригведы, 10-й Мандалы, принес себя в жертву ради сотворения мира, так поступает и человек, принося жертву ради сотворения себя. Отношение к Богу как к другому определяет и идеальную модель отношения к другому человеку и людям. У Тагора другой человек, цитирую, тоже самосознающая личность, которая разделяет эту вечную гармонию со мной. Он необходим и незаменим. Ради него человек отбрасывает эгоизм и посвящает себя служению. На межличностном уровне отношение к другому имеет целью человечность и благополучие людей. Так как в служении им осознается служение человечеству, а через него Творцу. Творец – это бесконечность в человеке, отце, друге и возлюбленном. Здесь тоже есть долг, отречение от привязанности к материальному и личности, долг милосердия и самоотречение. И авторитетные опоры снова служат и шуфы, и не шаток. Третий аспект феномена человека – творчество. Еще одна универсальная категория бытия, в ней воплощена истинная природа вечного человека в каждой личности. Оно позволяет человеку быть созидателем во всем и непрерывно устремляться в будущее, сначала создавая мечту, затем воплощая ее в жизнь. Определяя личность как самосознающий принцип трансцендентного единства внутри человека, охватывающий все детали фактов его индивидуальности в знаниях, чувствах, желаниях, воле и труде, Творец говорит о двух ее аспектах. В негативном проявляется индивидуальная обособленность, а в позитивном – устремленность в бесконечность через усиление своего знания, любви и деятельности. С позитивным стремлением человека превзойти границы индивидуального поэта связал творчество, тем более, что результат его, в чем бы он ни проявился, никогда не индивидуалистичен. Он имеет смысл и для Бога-творца, и для всего человечества. Человек по самой своей природе является художником, то есть творцом, уже потому, что он наделен не только разумом, но и воображением и эмоциями, не позволяющими пассивно принимать окружающий мир и побуждающими мыслить и действовать, устанавливая и восстанавливая гармонию между внутренним миром и реальностью. Деятельная и устремленность в будущее – общие тенденции развития человечества. В настоящем ограничиваются по мастер-тагора первобытные люди, а следствием ориентированности на прошлое, в частности, своих соотечественников, Тагор считает умаление человека, сковывающий дух и творческую природу. Творчество присутствует во всех сферах деятельности человека. Для экономии времени я вас адресую к слайду. Формами творчества являются в первую очередь самосозидание, религия – это тоже форма творчества, цивилизации и, наконец, искусство. В целом антропология Тагора представляется мне результатом свободного философствования, все дальше отходящего от привычного для Индии понимания человека. В традицию уходит только соотнесенность души с брахманом, постижение реальности через внутренний мир и идеи мукти. В остальном в религии человека наблюдается развитие новой для Индии философии религиозного гуманизма, которая начинается еще с XIX века, с Рамохана Рая. В этой философии религиозного гуманизма главными идеями являются ведущее положение человека во Вселенной как творение Бога, его со-творца, главного субъекта эволюции, созидателя цивилизации и творца культуры, а также утверждение неприходящей значимости свободы, устремленности в будущее и творчество и для человечества, и для самого творца. Эти идеи Тагор выводит на первый план, а то и буквально вчитывает в индийскую традицию мысли. Появление именно такой философии я склонна объяснить особенностью сочетания свободы и традиции в философствовании Тагора. Свобода была его основанием, подходом и методом. Всякая идея, особенно созвученная мыслям философа, независимо от происхождения, и на религиозные, и на иностранные, может стать отправной точкой для размышлений. Любое принуждение Тагора отвергает. Свобода оказывается и главным смыслом его философии. Отношение к другому, творчество во всех видах, устремленность в будущее, развитие, есть не что иное, как проекция свободы в жизни человека. Со своей стороны, традиция – только один из источников его философства. И философский прием, позволяющий подтвердить авторитетам священного текста собственные мысли и сделать фрагмент текста трамплином для свободного полета мыслей. Своего рода трамплином. Кроме того, традиция играет роль способа приведения собственных идей Тагора в гармоническое соответствие с традицией Индии. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Вот такой вопрос. Вы говорили о том, что человек сочетает в себе человеческую божественную природу. Но, на мой взгляд, эта идея, она несколько идеалистическая, и она напоминает невольно нам спор о божественном человеческом начале в Христе. Например. Но, можем ли мы, раз уж так вы сказали, можем ли мы поставить вопрос о том, говорит ли Тагор о некоторой демонической природе в человеке, и вообще, можно ли таким образом ставить вопрос, то есть применимо ли это западное, в общем, парадигма мышления к индийской мысли. Большое спасибо за интересный вопрос. Дело в том, что о соонношении божественного и человеческого, говорю не столько яско, как и Тагор, это первый момент. Второй, при подготовке доклада, пришлось очень многим пожертвовать. Дело в том, что в самой религии человека очень часто прослеживаются гиблейские мотивы и явное влияние христианства, но эти влияния не артикулируются. И насчет демонического начала вообще совершенно никаких упоминаний у Тагора, в частности, в религии человека нет. А о том, есть ли демоническое начало в человеке, это в элитеристическом дискурсе у Тагора можно найти, а именно бенгальский аналог бесов, Дону Меха или Гвары Байра. Вы упомянули два вида свободы от, а свобода ради, понимаете? Свободы ради там тоже достаточно, и для творчества. Потому что для меня от, это просто от, а, собственно, всего можно, я обратил на бегу, от и ради. И поэтому от такая... Ну, ради, это ради, в смысле, я. Да. Позитивная свобода, безусловно. Ну, нет, то есть не позитивная. То есть, как бы, для меня не позитивная, то есть, просто мне интересно. Многим пришлось пожертвовать. То есть, это как Александр Невский, который, то есть, он по мне, так он ради, а не от. Ну, то есть, как бы... Ну, Александр Невский вообще очень скользкий. Начнем с этого. Я очень перебит, но я отшусь к Тагору, поэтому интересно, ваша машинка. У него буквально все возможные и даже невозможные трактовки свободы можно встретить именно в религии человека в исключительной концентрации. Разными сторонами она поворачивается, когда он о ней говорит. И для, и ради, и от. И даже свобода от необходимости. Меня это просто согрело, поскольку нам достаточно долго в гостмати и диаматине навязывалась концепция, что свобода — это поздная необходимость. Еще коротко один вопрос, пожалуйста. Нет, ну, вопрос мой, может быть, покажется с местным странам. Но как Вы считаете, как Тагор определяет грани человеческой свободы? Мы знаем относительно его концепции конечного и бесконечного, а вот что касается свободы. А где грани? Где грань? Где предел? И как он его себе представляет? Я думаю, что вот сам этот вопрос о свободе достоин, о понимании Тагора свободы достоин особого исследования с привлечением всех его работ, в том числе и поэтических. Но у меня складывается впечатление, что у него главный критерий вот этих границ свободы человеческой это момент, когда свобода переходит в свою противоположность. То есть, когда вот этот позитивный потенциал исчерпывается на каких-то моментах и человек идет против, долго против этики. Во всяком случае... У меня сложилось такое впечатление. Да, во всяком случае против того, что он называет Монарь-Мановщ. Он обращает. Спасибо. Спасибо, Дадима Григорьевна. Следующий заклад у нас... Наталья Валерьевна Лутиева-ТВ. Трансформации культурной и элитичности Парсов-Бомбей. Добрый день. Собственно, современная община Парсов-Бомбея, потомки иранских зороастрийцев, прибывших в Индию предположительно в 10 веке, очень гордятся тем, что и по сей день в условиях бомбейского культурного котла им удалось сохранить свою культуру и религию. И на вопрос о том, что, по их мнению, является наиболее яркой, важной чертой парсийской общины, многие из них отвечают, что гибкость взглядов и способность адаптироваться к любым социально-политическим обстоятельствам. И это вообще очень важный момент, так как складывается впечатление, что именно эта способность и готовность общины легко подстраиваться под любые обстоятельства во имя сохранения своей самобытности оказала ключевое влияние как на ход парсийской истории в целом, так и на процессы трансформации парсийской идентичности. Собственно, поворотным пунктом в парсийской истории стало появление европейских торговых факторий в Западной Индии, и парсы быстро включили в систему транзитной торговли в качестве компрадоров и постепенно сформировали класс буржуазии и стали одной из основополагающих групп колониальных элит Западной Индии. И именно в этот период, в период активного сотрудничества с британцами, формируется своеобразная модель идеального парса, вокруг которой формируется во многом классическая парсийская идентичность. И, вероятно, есть некоторые основания определить эту модель как попытку создания своеобразного культурного героя, который был необходим общине, которая уже в значительной мере потеряла крепкие связи со страной исхода и была плохо знакома с иранским эпосом, в частности, с Шихнамой. Фундамент образа идеального парса составляют четыре черты. Это честность, ритуальная чистота, прогрессивность и склонность к благотворительной деятельности. И, помимо этого, на протяжении всего колониального периода члены общины охотно перенимали европейские обычаи, традиции и ценности. И, пожалуй, можно предположить, что создание именно такого общинного идеала в значительной мере связано с чисто практическими экономическими интересами. И, стремясь занять прочные позиции, сперва в торговой, потом в административной системе, устроенной британцами, парсы во многом сконструировали себя так, как было бы удобно для сотрудничества с британцами, выделив те черты, коренящиеся в классической зерооастрийской этике, которые выгодно отличали их от остальных жителей страны в глазах европейцев. Собственно, такая колониальная мимикрия и конструирование именно такого нового образа привела к двум серьезным проблемам. Во-первых, часть общины, собственно, из парсийской буржуазии постепенно формируется прогрессивная интеллигенция, продолжающая развивать упомянутые качества, в частности, в первую очередь эту самую прогрессивность за рамки, установленные чисто коммерческим удобством сотрудничества с европейцами, и что в итоге приводит к тому, что эта самая интеллигенция пытается реформировать как религию, так и задумывается об изменении управления Индией в целом, начинает участвовать в первых этапах национально-освободительного движения, но, как известно, сама парсийская община особенно не принимает этих деятелей, считает их предателями интересов общины, и в результате этого процесса парсийская община раскалывается на два крыла, традиционалистская и реформистская, и этот раскол существует по сей день и приносит общине довольно много проблем. А вторая проблема заключается в том, что, естественно, община, научившаяся идентифицировать себя с британским обществом и отмежевывавшаяся от общества индийского как примитивного и безнравственного довольно активно столкнулась с серьезными трудностями после ухода британцев. И, несмотря на то, что на внешнем уровне парсий довольно легко приняли, изготовленностью приняли новую Индию и стали активно встраиваться в новый ход вещей, это феномен преимущественно внешний и очередная иллюстрация вот этой самой парсийской адаптивности. Ведь на самом-то деле, потеряв поддержку британцев, они остались одни в стране, от которой постарательно отмежевывались. внутри общины начался период отчаяния и страха, потому что в принципе община ощущала себя лишней, чужой в Новой Индии и боялась, что это отчуждение в какой-то момент может обернуться насилием и притеснениями. Многие исследователи, которые занимаются постколониальной парсийской идентичностью, в частности Филипп Крейнбрук и Татьяна Лурман, отмечают, что одной из самых характерных черт постколониального периода истории парсийской общины является резкая самокритика, захватившая подавляющее большинство членов общины вне зависимости от возраста, социального статуса и религиозности. Эта самокритика так или иначе связана с золотым веком британского владычества и в частности с образом идеального парса. По сути, все эти критические рассуждения строятся вокруг двух центральных вопросов. почему современные парсы не соответствуют идеалу парса Раджа и почему парсы Раджа вели себя так, что теперь их потомкам стыдно в Новой Индии. И на почве вот этих вопросов и вот этой самокритики обостряется конфликт поколений. И собственно это явление довольно ярко иллюстрирует произведение пожалуй главного летописца партийской общины Рахинтона Мистри. Потому что особенно в ранних произведениях посвященных жизни в Бомбее в 60-е и 70-е годы большая часть персонажей это либо потерянные тоскующие об утраченном величии и озлобленные но при этом вот бессильные уже люди пожилого возраста либо молодые люди потерянные опять же и не способные сделать никакого выбора не способные к активному действию и этот процесс неспособность к действию в принципе довольно характерно для постколониальных для первого постколониального поколения в разных обществах и американский социолог партийского происхождения Хоми Мхабга приходит к выводу что в принципе центром постколониальной идентичности становится ощущение неопределенности и раздвоенности представители групп которые некогда были колониальными элитами идентифицируют себя с обществом колонизаторов но все-таки не могут стать его полноценной частью и в постколониальную эпоху им приходится делать выбор но этот выбор оказывается крайне сложным потому что если они начнут идентифицировать себя с родной страной то это будет шагом назад с точки зрения стереотипных представлений об успехе и прогрессивности а если решат идентифицировать себя с западным обществом то окажутся отчужденными от родной среды и в таких условиях неопределенность кажется более безопасной чем деятельный выбор и ясность и неопределенность происходит не столько из нежелания занимать несколько позиций одновременно но скорее страха выбрать одну из опасений что неспособность удержаться на ней может привести к саморазрушению в 80-е и 90-е годы в социально-экономической системе Индии произошли значительные изменения и либерализация экономики и новые темпы экономического роста способствовали постепенному улучшению уровня жизни среднего класса и в частности новому подъему партийского бизнеса и эти перемены положительно сказались на самоощущении общины они несколько смягчили вопрос постколониальной травмы и неопределенность и раздвоенность идентичности превратились в конструирование идентичностей новых собственно вот эти неопределившиеся в конце концов стали делать какой-то конкретный выбор и общине в принципе вернулось вообще навернулось себе самоуважение и конфликт поколений несколько сгладился но в современном Бомбе в современном Мумбаи уже теперь обострился снова конфликт между традиционалистами и реформистами собственно часть вот из этих бывших неопределившихся выбрала путь радикализации традиционных взглядов и стала ориентироваться преимущественно на иранское прошлое заниматься возрождением религии возрождением каких-то именно иранских корней а реформисты научились определять себя в первую очередь как индийцев и уже во вторую очередь как парсов собственно мне многие молодые партийские информанты либерального толка говорили о том что ощущение себя как парса приходит чаще всего в контексте каких-то неприятных эмоций в частности когда заходит разговор про довольно жестоких радикальных действиях нынешнего руководства партийской общины собственно конфликт между традиционалистами и реформистами сейчас строится в основном вокруг серьезных реальных главной реальной проблемы партийской общины демографического кризиса и стремительного сокращения численности общины и на репочве разные представители разных частей общины выделяют разные причины и разные пути решения этой проблемы среди причин принято выделять высокий уровень образования и ориентированность партийских женщин в первую очередь на карьеру недостаток отдельного жилья в Бомбее и эмиграция которая приводит к разбавлению собственно всех культурных ценностей в новой стране и одним из наиболее эффективных способов решения данной проблемы собственно реформисты считают легализацию смешанных браков а традиционалисты наоборот видят в этом одну из главных проблем и причин сокращения численности общины вообще традиционалисты гораздо более позитивно настроенные они призывают не паниковать утверждают что нет никакой реальной проблемы сокращения нет никакого демографического кризиса и что единственная угроза для существования и сохранения общины заключается в разрушении традиций размытости этнической идентичности и частоты крови в этом контексте сейчас происходит очень интересный процесс прямо вот в данный момент собственно в конце декабря 2017 года в Пуне открылся новый центр зороастрийский в котором допущено совершение обряда посвящения зороастризма обряда навджот для всех желающих этот центр был открыт на деньги партийских реформистов которые ратуют за легализацию смешанных браков но интересно что главный дастур главный священник этого центра бывший генерал иранской пихлевийской дореволюционной армии который после 79 года решил что нужно срочно спасать арийскую цивилизацию и строить центр в котором все заблудшие в конце концов обратились бы обратно в зероастризм а вот он это естественный ход вещей по его мнению вот он просто сидит со своим центром и ждет пока все придут и примут зероастризм собственно существование этого центра разное отношение к нему в общении в принципе процессы которые на самом деле много особенно детей от смешанных браков и супругов иноверцев они действительно обращаются в зероастризм в пуне и в принципе вероятно в дальнейшем это может как-то серьезно сказаться на сути зероастрийской общине ее составе ее культурной целостности и в завершение я хотела бы процитировать одну из пожалуй самых любимых моих информанток девушку либеральных взглядов которая мне кажется во многом подытожила отношение многих молодых парсов к процессам которые происходят в общине сейчас и к тому каким должно быть будущее общины цитата бомбийская община парсов сейчас это бесконечная череда судебных тяжб споров пустых дискуссий о том что абсолютно нерелевантно в данный момент они говорят мы пытаемся сохранить культуру даже я при всей моей свескости и невежестве очень люблю слушать и читать о том что связано с нашей древней культурой и историческим прошлым я ощущаю себя частью этой культуры и горжусь этим так почему бы вместо того чтобы отпугивать людей запретами не заняться элементарным распространением этой культуры и просвидетельской деятельностью я больше чем уверена что это вызовет хоть какой-то интерес к общине у людей абсолютно отделившихся да и отпугивать никого не будет делайте искусство а не воюйте старая припасная истина спасибо он не организатор он верховный жрец да он он ранец по происхождению и он до 79 года был поставлен военным в пехлевийской иранской армии а потом собственно как-то видимо связался с как раз таки парсийскими реформистами меценатами которые планировали вот как раз таки заняться обращением людей от смешанных браков и стал сотрудничать с ними как раз очень просто интересно почему как бы иранец занялся парсийской армии в Бомбее ну вот потому что ну это проще насколько я понимаю просто было делать в Индии чем в Иране вот и все то есть у него была своя идеологическая цель спасибо а вот вы сказали о радикализации вот этих на выставке что вы имели ввиду в чем она выражается ну она выражается в ну сейчас до смерти нет 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 это никаких но стало гораздо больше отлучений от общины изгнания из общины для тех кто вступил в смешанный брак опять же более жесткая политика по отношению к детям от смешанных браков то есть более жесткая политика в отношении допущения и недопущения в дохма в башне молчания вот то есть это нет там такого прямо жесткого и кровавого ничего нет это с ритуалом связано с практиками конкретных каких-то угрожающих акций не было но в любом случае уже ну безусловно там в 80-е в Бомбее было не очень просто потому что маратхи стали немножко радикализоваться и активизировалась радикальная группировка шефсена и атмосфера в Бомбее была довольно напряженная для меньшинства для иноверцев но каких-то прямых акций и прямых нападений на партийскую общину не было и это было связано скорее вот с общим ощущением того что они потеряли опору и оказались вот в подвешенном состоянии спасибо большое анна Александровна Смирненская тематика терминологии РАСПА в языке Бравый в общей драведийском контексте поможем не сверху не закрыл снизу вообще не закрыл да уберите сейчас молодец где будет традиция микрофон поставить здесь по-моему по-моему любых лучших и не кстати тема его доклада семантика терминологии родства в языке Бравый в общей драведийском контексте мой доклад лингвистический и посвящен направлению семантической типологии семантическая типология ставит свою цель моделирование того каким образом язык обеспечивает передачу хранения получения обработки преобразования знания о мире а также их передачу в процессе коммуникации а именно наше направление деятельности это семантическая деривация а именно отношение семантической производственности связывающего нужно м pH разные значения одного слова то есть понятно что семантика это научное значение а семантическая типология занимается тем как эти значения выражаются в разных языках цыль в разных языках мира, и деривация, тот процесс, который нас интересует в нашей группе, в нашем проекте, это отношение симметической производности, да, не в том понятии, как вот московская симметическая школа Редянина Николаевича-Брисяна, когда соотношение, которое может быть описано при помощи некоторого правила, регулярная симметическая деривация, а именно деривация, как симметическая производность разных значений. Вот здесь ниже цитата работы Виноградова о том, что в синхроническом тождестве слова есть отголосок его прежних изменений и намеки на будущее развитие, то есть синхроническое и диохроническое есть две разные стороны одного и того же, то есть как мы, вот все же здесь имеют дело с текстами и с лексикой, то есть в каждом слове может быть, его можно понимать в синхронном единстве того, что он сейчас выражает, и в нем может быть отголосок его прошлого. Теория симметических переходов Анны Андреевны и Залезняк это теория, как раз описывающая такие переходы, изменения значения. По терминому симметический переход поднимается наличие некоторой концептуальной смежности между двумя значениями, проявляющиеся в совмещении этих значений в понятии слова в широком смысле. Здесь слово берется в его и синхронном и диохроническом измерении, то есть возможны разные типы реализации такого совмещения. Может быть синхронная полисемия, диохроническая семантическая эволюция, морфологическая деривация, когнаты и заимствования все они могут быть реализацией вот такого изменения значений. Да, то есть понятно, что такое синхронная полисемия, да, и диохроническая эволюция, да. А морфологическое древатое тоже слово может изменять свое значение в процессе деривации. Когнаты — два родственных слова в разных языках, ну и заимствования тоже могут быть. Динамика символического перехода. Если мы представим два разных значения, как некоторые стадии М1 и М2, то, допустим, сначала у единицы было значение М1. Потом появилось некоторые значения М2. Потом они какое-то время сосуществовали вместе. И это тот самый этап, который мы называем полисемией. То есть в любом случае полисемии в языке можно увидеть совмещение двух значений, концептуальную смежность именно этих значений, потому что они объединены. То, что другие какие-то два значения не были бы объединены, а именно эти объединены полисемией. Потом новое может преобладать, как, например, в слове «бюст», которое возникло из латинского «boostum» – место для сжигания тел. Оно постепенно как бы стало означать могилу, потом скульптуру в могиле и потом вот этот самый «бюст». Возможно, варианты, когда новое значение не будет преобладать. То есть, возможно, какие-то разные пути развития. Например, в французском «rentrer», которое «войти», оно в смысле означает «re-enter», снова «войти». Но при этом есть и разговорное значение, которое означает просто «войти», но оно как бы остается на периферии языка. Ну вот тот проект, в рамках которого этот доклад – это проект «Когнитивные механизмы семантической деривации» в институте языка знания под руководством Анна Андреевна Залезня. Целью которой является выписание вот этих когнитивных механизмов семантической деривации, связанных в разных типологических полях. И, ну вот, как получается, что первая часть доклада посвящена этому проекту, у нас есть каталог, это называется каталог «datsm-shift», и он есть в интернете, если вы посмотрите страничку, которая «datsm-shift.ru», сейчас у нас вот новая как бы версия этой базы данных, ну, сейчас у нас больше четырех тысяч путешественных свежих переходов, но мы их обрабатываем, там много неточностей, и в том числе у нас есть мастерская в высшей школе экономики, где студенты тоже этим занимаются. Вот как выглядит страничка с переходами, то есть у нас есть здесь исходные значения, допустим, «голова», и можно поискать переходы, которые все связаны с этим значением, то есть какие значения в разных-разных языках типологически могут быть связаны вот этой нашей кризисмежностью с этим словом, например, вот «голова» и «начальник», а там, не знаю, «голова округа» и что-то такое, вот это описание реализации в разных языках, например, в языке коми и в армянском, есть вот тип полисемии или еще какое-то, и вот там можно посмотреть также карту, я просто покажу, чтобы, если кому-то это интересно, вы могли посмотреть на эту страничку, и это можно использовать за некоторую информацию о том, как когнитивность, нервность и значение. И вот синенькие точечки – это полисемия в тех языках, в которых у нас она описана. Понятно, что описать во всех языках мира – это совершенно не выполнимая задача, но мы стараемся к этому приблизиться. Вот зелененькое соединение – это семантическая эволюция, вероятно, здесь имеется в виду эволюция французского термина из латыни, а красное – это деревоце, но еще когнатое им заимствование. Вот это, что касается нашего проекта. Вот, а я занимаюсь в рамках нашего проекта термином «Родство». Понятно, что терминология «Родство» не самая, может быть, простая с точки зрения изменений область, потому что гораздо интереснее, может быть, ну вот я сейчас так думаю, было бы исследовано, например, случай, когда значение какого-то человеческого органа, например, становится значением центра эмоций, да, как сердце – это вместилище эмоций в некоторых языках, а в других – это, например, живот, то есть желудок, он является центром эмоций в некоторых языках мира, достаточно большое количество. На терминологии этого не очень видно, потому что они считаются традиционной лексикой, которая мало изменяется, и даже некоторые входят в условный список исчисления близости языков, но на самом деле оказывается, что они изменяются достаточно сильно, и вот нашим, ну т.е. я занимаюсь термин «Родство» в разных дравидийских языках, но вот это будет посвящено Брахуе, это один из самых северных дравидийских языков. Вот здесь на карте вы видите разные дравидийские языки, то есть на Брахуе и вон тот самый верхний, на территории в основном Пакистана. И если посмотреть, вот здесь нарисована некоторая пульс Афганистане и на юге Афганистана. Здесь два слова про язык Брахуе относятся к северной ветви дравидийских языков, носитель возводит название к имени пророка Ибраим, но на самом деле это дравидийский этноним «люди северных гор». Распространён в юго-западном Пакистане, на юге Афганистана, в пустыне Шаравак и в юго-восточной части Ирана, в правительстве Севстан и Беладжустан, число носителей варьируется по некоторым оценкам примерно там 600-800 тысяч, по другим до полутора миллионов, это слабо исследованный язык, а половина носителей, половина племени как бы на нем, племени Брахуе на нем не говорят, то есть считается, что примерно половина людей из этого племени говорят на языке, а половины нет, и в основном они билингуют белушеским языком и владеют другими языками окружения. Религии и ислам, в основном они очень малообразованы, хотя есть такой языковой совет Брахуе в университете Беладжустана, который даже выпускает выразовательные небольшие ролики в интернете, но пока что… И язык дробидийский, несмотря на все это по грамматике и сооснованному списку, хотя испытал достаточно большое влияние, очень большое, как вы увидите, то есть, например, вот там частотное образование корней из разных основ, как три кал из индорийского три и продобидийского кал, каль, камень. Это языковое окружение, я постараюсь очень кратко, понятно, что вот язык Брахуе, вот он здесь розовый, со всех сторон окружен языками других групп, то есть, здесь есть иранский, языки индорийский, семитский язык как язык культурный, потому что это ислам, и дробидийской основой осталось всего 10% лексики. Ну, то есть, вот, по некоторым данным, белуржского наибольшее количество около 10%, ну, персидского тоже, индорийский, и совсем мало осталось дробидийской исконной лексики. И мы посмотрим, как это в терминах родства проявляется. Ну, это можно пропустить, просто про те языковые характеристики языка, да. Вот он агаллюцинативный, мы видим, что значения в основном выражаются суффиксами, послелогами, и есть достаточно много элементов дробидийской грамматики, как отрицательное спряжение глагола и других. Очень интересная заимствованная лексика, то есть культурная лексика в основном заимствованная из иранских индорийских языков. Как, например, ну, вот просто есть интересные красивые примеры, например, иностранная одежда от китаби, как бы книжная, да, выбеленная книжная одежда от арабского китаб, книга, то же самое от ишк, любовь от арабского тоже слово, звук шагов, скрип и окно тоже от синского, ну, и английский тоже заимствование есть. А дробидийская лексика, она ограничена какими-то, очень какими-то, ну, глаголами и очень какими-то близкими, какие-то такими важными концептами, как молоко, например, паль, палх из дробидийского паль, неожиданно мужчина-раб, да, тоже дробидийская. Или, например, разбитый горшок, тоже как дробидий, бедные остатки дробидийской лексики. Что касается дробидийской системы родства, она в целом обычно относится к бифуркативно-сливающему типу. Вот я сейчас сначала, наверное, следующую стать покажу. Вот здесь мы видим в этой картине, что по антропологической классификации есть, когда разграничивают сиблингов родители. То есть вот отец и в бифуркативно-сливающем типе дробидийском отец и брат отца означаются тем же термином или морфологически-производными, то есть как бы они являются некоторой общностью. А брат матери относится к другой совсем ветве. Но в брахуе эта система потеряна, там система линейная, когда братья и отца, и матери обозначаются одинаково. Сейчас, а можно мне обратно нажиматься? А, у нас есть мышка. Следующая часть. Пусть чуть. Понимаешь, надо мне на 2 на 2 см. Да, да. Давайте сейчас. Давайте сейчас. Вот, просто, девочка. Хорошо. А, девочка. Вот, вот. Вперед, надо. Ну вот, значит, а… Дравидийская система родства относится к бифуркотемно-зливающему типу. И здесь тоже важны понятия старшества сиблингов. Старший-младший брат, старший-младший брат отца и так далее. Линия родителей по матери, по отцу. И обязательный кросс-кузенный брак. Это то, что было основой дравидийского общества. Это брак, который объединял человека с его кросс-кузенами. То есть не с параллельными кузенами, которые дети сестры матери или брата отца. То есть однополых сиблингов, родителей. А с кросс-кузенами, когда, например, брат матери и его дети. Или сестра отца и его дети. Вот этот кросс-кузенный брак был очень важен в ревидийском обществе. И он совершенно утерян у браку. То есть у нас здесь нет старшинства сиблингов вообще. То есть и старший, и младший брат будет одно и то же илью. И одно и то же иль. Нет патрилинейного-уматрилинейного родства. То же самое один и тот же дядя общий. И одна и тот же тетя. И совершенно нет кровных родственников и родных по браку. Они различаются. Крос-кузенного брака нет вообще. Ну и очевидно, что этому причиной то, что совсем полное изменение уклада жизни общества. С принятием ислама, с появлением исламского права семейного. И понятием махрам, родственники, которые должны охранять, сопровождать женщину. Ну и с которыми нельзя жениться. То есть совершенно другая система. И что же осталось в терминологии? Осталась большая часть дравейских терминов утеряны. Остались отдельные термины, такие как мама, амма. Подсистема с братом связанная, брак, дядя. И отдельные буквально обращения к дяде по матери. Но именно не в значении, а как обращение, как отец жены. И периферийное значение, которое может быть связано. Например, слово «апа», означающее детскую еду. Которую можно возвести к тамильскому и древидейскому «апа-отец». Но это уже такая сомнительная связь. Ну и семантические переходы. Вот как выглядит система родства, если ее изобразить в терминологической классификации. Здесь видно что-нибудь? Да. То есть вот здесь видно, что, например, дядя, который брат матери и брат отца, они одинаковые совершенно. И, соответственно, что нет выделения старшего брата младшего брата у эго, нет выделения старшего брата младшего брата у родителей. Ну, в общем. Вот если рядом с сомнительской системой поставить, то видно, что система гораздо более бедная и не такая результатливая. Те семантические переходы, которые не сохранились в браку, это переходы, во-первых, связанные с кросс-кузенным браком. То, что брат родной и брат, который параллельно кузену, обозначается одним и тем же словом. Этого нету. Нет связи отца и дяди, нет связи брат-матери и муж-сестра-отца. Вот это вот, все это системы, связанные с кросс-кузенным браком, нету. Ну, вот нам и встретились переходы, которые связаны с тем, что термин родства используется как восклицание, там вот то, что батюшки и матушки вот такое вот. Но это, возможно, недостатки источников просто, может быть, это не так. Интересно то, что здесь больше переходов, ну, это дальше, да? То, что осталось браку и то, что есть. Конечно, есть переходы в обращение и больше переходов, связанных с использованием терминов родства как бы в двух направлениях. Это же всегда отношение между одним человеком и другим. То есть мать-дочь, да? И вот может назвать слово мать, может означать мать, но может использоваться функцией дочери. То есть матушка, ну, как вот, в принципе, по-русски тоже такое возможно, но оказионально, когда к девочке обозначаются, обращаются как там, ну, ты не пойдешь мать куда-нибудь или, ну, вот такое бывает оказионально, да, отец там к ребенку. Но вот это прямо очень используется почему-то. Браху, есть такая черта. И вот появился переход отец-охранитель, охранник, да? Ну, это, скорее всего, связано с исламской культурой. И остались вот случаи использования имен дяди и тети как обращение, именно как обращение к отцу-жену. То есть вот при том, что система к русскому зону браха не сохранилась. Но вот эти обращения, эти мать-женские переходы, они остались. И вот еще кратко на самих значениях. То есть вот то, что касается матери и отца, здесь, правда, частично по-русски переведено, частично по-английски. Есть термин ама, мать, который дравидийского происхождения, и аи, который возводят, в принципе, к томийскому аи, но есть также и синтхи аи. То есть здесь вот некоторая сложность этимологии. А люма возводит к корню дравидийскому и молодой, хотя здесь тоже такая не точная этимология этого слова. Что касается значения отца, они все заимствованные. То есть они все из белушского аба, бава, тоже иранская. И апа, я написала здесь как детская еда, потому что она действительно очень похожа на обозначение отца. И вот этимологически есть такая возможность. Но, в общем, поскольку это слово детской речи, они все довольно сомнительные. С братом и сестрой есть две подсистемы. Одна заимствованная ада и ади, а одна дравидийская илюм, илюмгом младший, и ир. Все они возводятся к прадравидийскому корню ир, молодой. Дяди и тети, тетя и по матери, по отцу, это заимствованный термин. Иль-ля тоже возводится к иль, как и брат. И вот остается единственное то, что прямо связано с дравидийской системой, это мама, дядя по матери. И обращение Ширина к дятю, уважительное обращение к старшему родственнику. Очень важный персонаж в дравидийской системе – это дядя по матери, который выдавал замуж и проводил, в общем, действительно очень важный человек, проводил церемонии. Но тут тоже есть возможность сопоставить с Белужским. Мама, здесь ненадежно немножко, хотя, скорее всего, дравидийская цимология. Соотношение дедушек и внуков. Здесь почти все – персидская пира, белужская аба. Муской возводит дравидийскому мун впереди, то есть предок, который был перед нами. Бала – спорная темология иранского балури и баль, как валь большой дравидийская. Ну и бабушку, а маму связывают тоже вместе. Дети и родители. Ну вот родители почти не используются, встретилось только сочетание бава-лума, как отец-мать, родители. Такое слово почти не используется, почти. А вот с детьми очень много вариантов. Дети, как маленький ребёнок, как постарше. Вот альват – это из арабского алад. Чунак – тамильского чинна. Зах – от белужского, чуча – персидская, бахишский – белужская. И вот от тамильского тоже осталось пилота, бедный ребёнок, маленький ребёнок и сирота. Да, то есть это вот небольшие остатки тамильского, дравидийского. Вот всё, что я хочу сказать. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопросы не задаются. Вопросы, я там увидел слово «внук» или «дедушка». дедушка да я знаю что есть перан да по имени тот который получил но там именно потеряли да тоже было очень интересно но их нет вот других северно-древидийских есть курух мало-то тут нету они на самом деле еще вот хотя скажу они еще генетически были исследованы что они генетически не отличаются от окружающих народов то есть они еще ассимилируют все генетически от языка совсем немножко но осталось такое дополнение недавно переводил трибур ракаси как раз это вот ай мать используется хотя текст самый как бы санскритский но история так такова что у якого брахмана был любимый сын и любимая жена вот и каждые течение дня брахман этот свою жену постоянно звал ай ай ребенок и ребенок как подражание своему отцу тоже звал свою мать ай это один раз он заболел и умер и в последний момент звал свою мать и кричал ай ай царственной мантре богини три куры это первая биджи без анусвары и поэтому он обрел там перерождение хорошее обрел знания вот это и джа ай и джа богини сразу спасибо 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 александр застрельцово ритуалы жизненного спасибо александр застрелил о Добрый день. Народность Лимбу проживает на территории восточного Непала между реками Аруно-Мечи, и это народность тибет-бирманского происхождения. На территории Непала, в общем, доминирующей религией является индуизм, хотя и буддизм на востоке тоже активно распространен. Но Лимбу удалось сохранить достаточное количество собственных и обрядов, и мифов, и у Лимбу до сих пор активными религиозными деятелями являются шаманы. У Лимбу сохранился институт шаманства. У них есть три типа шаманов, которые, скажем так, делятся на тех, которые занимаются ритуалами, проводимыми внутри дома. Это шаманы Фидангма и Самба. И шаманы, которые отгоняют жилых духов. Это шаманы Еба. Лимбу, я буду использовать просто этот термин, у Лимбу существует комплекс, который называется Мундхум. Мундхум – это мифоритуальный комплекс, то есть это мифы и сопровождающие их ритуальные действия. А также некоторые и Лимбу, собственно, включают туда иногда еще историю расселения, собственные народности по территории, на которой они проживают. Иногда они включают также правила поведения, какие-то там семейные урегулирования, брачные урегулирования также включаются в Мундхум. Но, в принципе, все-таки большинство считает Мундхумом мифы, по большей части. Вот те устные тексты, которые сопровождают ритуалы. Значит, мой доклад посвящен ритуалам жизненного цикла у Лимбу. И начну я с первого ритуала. Сапог чумен – это поклонение чреву. Ритуал этот разделен на три части. И, собственно, проводится он где-то за два месяца до предполагаемого рождения ребенка. Направлен он на включение матери и будущего ребенка в социальную структуру коллектива. Одна из целей этого ритуала – отогнать богиню зависти и злых духов, которые могут повредить, собственно, матери и ребенку. Лимбу считают богиню зависти Нахен самой главной противницей собственного народа. И они считают, что именно зависть и злые духи – это единственные возможные злые силы, которые могут повредить и людям, и проведению ритуалов вообще. Также этот ритуал проводится для того, чтобы получить благословение от различных домашних божеств. Если не проводить поклонение чреву, то тогда мать или мать, или мать и ребенок могут умереть в природах, собственно, и сами превратятся в злых духов. У Лимбу есть три типа злых духов – это женщина, умершая в природах, ребенок, умерший в природах и человек, умерший неестественной смертью. Соответственно, поскольку основные духи злые получились в результате неудачного рода разрешения, то большая часть ритуалов оградительных от этих духов, она предназначена, ну, большая часть ритуалов предназначена оградить именно от этих злых духов. Значит, сапог чумен проводят сначала в шаман Фидангма, и этот ритуал начинается на отдалении от дома. То есть вот это представлен шаман. Шаманы вообще иногда носят традиционную шаманскую одежду, но в домашних ритуалах они предстают в обычной одежде мирян, скажем так. Итак, первая часть ритуала начинается на отдалении у дома, у источника воды, поскольку в одном из преданий вода связывается с рождением. Значит, есть история, в которой говорится о том, что сестра попросила у брата сорвать цветок, тот забрал, ну, полез за цветком на скалу, сорвался со скалы и умер, соответственно. Сестра отправилась к берегу реки искать тело, нашла его, украсила цветами и сказала, что дух брата станет покровителем этих вод, и также он станет защитником беременных женщин, детей в их утробах и будет гарантировать благополучное разрешение от времени. От бремени, прошу прощения. Вода может, вода является у лимбу субстанцией, которой дарует жизнь, но вместе с тем она может быть и опасной, поэтому необходимо задобрить духов, которые в ней обитают. С рождением нового человека косвенно связываются сестринско-братские отношения, при этом самое крайнее их воплощение, инцест, оно является важнейшим элементом в преданиях, которые повествуют о расселении лимбу на земле, вот на той территории, которую они занимают, и миф об инцесте, он повторяется, ну, в двух или трёх других ритуалах в том числе. Здесь, ну, в поклонении чреву о нём не говорят, просто приводят миф о других брате и сестре, но миф об инцесте будет упоминаться при свадебном ритуале и при ритуале танксинга. Так, чтобы задобрить злых духов, необходимо совершить подношение. Здесь немножко плохо видно, но там есть такие символические танкбы небольшие. Попробую показать. Вот здесь вот, здесь нет кровавой жертвы, то есть обычно ритуалы сопровождаются кровавыми жертвами, в большинстве случаев это цыплёнок, то есть духом воды подносят цыплёнка, но здесь у нас жертва бескровная. Вот эти небольшие палочки это символические танкбы. Танкба это традиционная ёмкость, куда наливают алкогольный напиток, ну, здесь это из бамбука сделано. Соответственно, вот они символизируют алкогольное подношение, тут фрукты, листья бананов. И вот этот знак Силам Сакма, который, вот он, отпугивает злых духов и блокирует им дорогу. Значит, следующая часть ритуала, она уже проводится на придомовой территории. В Мундухуме, обращённом к домашним божествам, шаман призывает богов спуститься с гор. Он подтверждает, что послан женщиной, которая является потомком первых десяти лимбу. Лимбу ведут свой счёт от десяти родоначальников. И шаман просит духов благословить женщину и даровать ей и её ребёнку хорошую судьбу. Также он перечисляет подношения, которые совершаются для духов. Значит, расчищается площадка, на площадку кладутся банановые листья, фрукты. Рисовый пив, рисовое пиво. Так, вот бутылку сейчас покажу, чтобы было видно. Вообще, это должен быть традиционный алкогольный напиток, но глобализация, и, соответственно, это может быть уже покупной алкогольный напиток. Это может быть либо ракши, крепкая водка сделанная, причём не обязательно домашним путём, либо купленное просто пиво. И, соответственно, сосуд с различными цветами и растениями. Значит, какие цветы и растения туда входят? Это цветы сельдерея и бермудская трава. Также шаманы иногда совершают кровавую жертву, подносят цыплёнка. И когда в жертву приносят цыплёнка, то по частям тела цыплёнка гадают, какого пола будет ребёнок. С помощью этого ритола шаман включает будущую времёнка и мать в сферу влияния своих домашних невраждебных духов. Ещё один ритол. Вот здесь показан шаман, который совершает подношения. Кровавой жертвы нет. Вместо женщины, то есть может непосредственно принимать участие женщина, может принимать участие её заместитель, то есть верхняя часть её одежды. Это блузка или шар. Так, следующий ритуал. Это ритуал мангена. Он может быть как отдельным кризисным ритуалом, так и частью поклонения чреву. Нет единой точки зрения на то, что себя представляет этот ритуал. Ранние исследователи, которые работали в Непале где-то в середине XX века, говорили, что мангена — это отдельное божество. Но сейчас сами лимбу не выделяют мангену в отдельное божество. Скорее всего, это ритуал, который носит такое название, либо культ этой богини был утрачен со временем. Ритуал мангена связан с женской энергией, но он может проводиться для всех членов семьи. Лимбу связывают его проведение с так называемой необходимостью поднять голову. В определенный момент жизни лимбу считает, что человека опускается голова, и это связано с мифом о происхождении человека. Я сейчас его изложу. И есть ряд ритуалов, которые надо совершить, чтобы вот эта голова у человека была поднята. И, соответственно, были восстановлены жизненные энергии и жизненные силы человека. Сам ритуал представляет собой чтение мифа о происхождении человека перед вот такими своеобразными алтарями. Здесь можно выделить два главных алтаря. То есть это картинка не мангена, которая совершается для женщины, это мангена, которая совершается для целой семьи. Не удалось найти изображение мангены конкретно для женщины с ребенком. Но принцип схожий. Два главных алтаря, видимо, для мужа и для жены, и дальше уже для членов клана. На первом плане принесенные в жертву цыпленок. Дальше по бокам блюда, где находится светильник, кувшин с цветами и водой. Расположены тонгбы с алкогольным напитком. Все это окружает шарф. Сзади находится нож кукри и тарелка. Нож кукри для того, чтобы, соответственно, отгонять злых духов. Перед чтением мифов в жертву приносится курица одна, если для одного человека, и несколько, соответственно, если, ну, здесь для всего клана были принесены в жертву курицы. Так. Мунгум о происхождении человека. И туда же входит иногда еще история о расселении лимбу по территории лимбувана. Во всех доступных версиях этого мифа говорится о том, что человек был создан не с первой попытки. Сначала бог-творец, их может быть несколько, ну, в разных регионах разные боги-творцы могут быть. Бог-творец использовал драгоценные камни, драгоценные материалы, золото, серебро, но человек не ожил и не мог говорить. Тогда были использованы нечистые ритуалы. Перед тем, как использовать нечистые элементы, бог-творец мог разбросать разломанного первого неудачного человека в разные стороны, и упавшие части тела там стали, соответственно, духами земли, духами болота, духами воды и так далее. Дальше бог-творец стал брать нечистые материалы. Это помет птиц, пепел двух видов бамбука, желтый песок, дождевую воду. И вот слепленный из таких отходов человек ожил. Бог-творец пришел в ярость от того, что живой человек был создан из таких вещей, и он на него плюнул. Человек расстроился и умер, соответственно. Дальше история разнется. Либо сам бог-творец совершил ритуал Мангена и таким образом поднял голову человека, и тот воскрес, но проклятие смерти с ним осталось. Либо прокукарекал петух, и тогда человек поднял голову и, собственно, тоже воскрес. Версия мифа о том, что пробудил человека к жизни петух, позволяет связать лимбу, вот, жертвоприношение петуха с этим ритуалом. Еще один вариант о том, интересный достаточно о происхождении, как бы, речи у человека, мифа о происхождении речи говорит, что бог-творец дал выпить человеку алкогольный напиток местный, и тогда он заговорил, собственно. Ключевым мотивом в этом мифе, соответственно, является мотив недоделанности, и поэтому этот миф часто цитируется при ритуале поклонения чреву. Так, дальше идут ритуальные действия, связанные непосредственно с рождением. Я остановлюсь, пожалуй, на... Ну, на ритуале именно речения. После рождения, три или на третий день, если это девочка, на четвертый день, если это мальчик, следует традиционный ритуал именно речения. Вот он называется Янданг Пхонгума. Это же ритуальное подвешивание колыбели. Значит, ритуальное очищение дома после рождения ребенка и подвешивание колыбели выполняют или шаман Федангума, или знающая женщина. Это может быть повитуха, хотя институт повитух не очень развит среди этой народности, либо старшая женщина семьи. Значит, мать и ребенка омывают, дом очищают либо специально собранной водой семьи, либо водой, где находилось золото или серебро, ну, так называемой чистой водой. По индуистской традиции могут обмазывать навозом дом. Так, дальше следует подношение домашним божествам. И шаман, чаще всего шаман, если это традиционная семья, иногда могут позвать брахмана, выбирают, собственно, имя. Для ребенка в соответствии с астрологическими указаниями. Традиционные имена лимбу не носят негативных характеристик, то есть они связаны с энергией, ну, энергией, силой, чем-то хорошим. Там, например, икша, земля, суен, хороший день и так далее. Дальше, перед тем, как поместить ребенка в колыбель, его три раза вносят за порог, как бы знакомят с дневным светом. Потом вносят в дом и приобщают к колыбели. В одном из вариантов мифа говорится, что первая женщина понесла от ветра, у нее родился ребенок, мальчик, и вместо того, чтобы развиваться нормальным образом, мальчик стал уменьшаться с каждым днем. Женщина забеспокоилась и обратилась к верховной богине, ну, или к верховному божеству, там разные могут быть варианты, с вопросом, что делать, почему так произошло. Верховное божество ей ответило, что надо пойти в соседнюю деревню, причем это первая женщина, она должна пойти в соседнюю деревню, взять там колыбель, поместить туда ребенка и дать ему имя. И на четвертый день женщина так и делает. Она берет колыбель, кладет туда своего сына и дает ему имя. И, соответственно, ребенок начинает развиваться в нужном темпе. Когда ребенок уже, ну, не мифический, а в семье Лимбу рождается, то рядом с колыбелью сажают собаку или в колыбель, или рядом с ней со щенка, который будет отгонять злых духов, а над колыбелью вешают ракушку, чтобы туда могла прятаться душа ребенка во сне, также скрываться от злых духов. Так, иногда после приобщения к колыбели следует церемония первого кормления рисом, которая заимствована из индуистской уже, соответственно, традиции. Местная традиция предполагает кормление не рисом, но кашей и фруктами, но сейчас все-таки чаще всего это рис. Другие ритуалы уже после рождения не настолько являются распространенными, и следующим крупным ритуалом является свадьба. Свадьба занимает центральную позицию в ритуалах жизненного цикла лимбу, и при этом свадьба в большей степени подверглась процессу санскритизации, то есть на свадьбу в большей степени повлияли индуистские обычаи. Попробую рассказать о тех, которые сохранились у лимбу, и которые можно выделить в определенной степени. Традиционная свадьба состоит из четырех частей, которые называются чар-калам, то есть четыре раздела. Первая часть это сватовство, когда в дом невесты направляются сваты из семьи жениха, они несут традиционные дары родителям, это алкоголь и свиная туша. Соответственно, уже санскритизованные лимбу будут отказываться от подношения алкоголя и свиней. Также родители могут попросить определенный выкуп за дочь, и этот выкуп либо останется в семье ее родителей, либо останется как ее приданная личная собственность, которая потом мужем не может тратиться. Сваты договариваются о дате свадьбы вместе с родителями невесты и с шаманом. Дата свадьбы может отстоять на достаточный срок от первого этапа сватовства. Дальше перед непосредственно днем свадьбы невеста отправляется в дом жениха. Но она туда приходит не сразу. Она приходит в деревню, где живет жених, и ночует ночь в соседнем доме. И после этого уже на другой день она переодевается в традиционную свадебную одежду и отправляется в дом жениха. там ее встречают родственники в это время у жениха готовят свадебный пир, встречают родственники, также омывают чистой водой и проводят внутрь дома, где совершается уже непосредственно ритуал под руководством шамана Федангмы. Здесь вот на картинке представлена встреча собственно часть процессии невесты, часть процессии жениха. они обмениваются алкогольными напитками, рисом и как бы участники процессии жениха бьют при этом в барабаны, крупные барабаны чьямбрунг, которые и бой вот этот барабанный сопровождает всю свадьбу. Гости танцуют под барабанную музыку, пока проходят основные ритуальные действия. Это третья часть свадебного ритуала. значит появление невесты в доме жениха. Шаман Фидангма скажем так проводит свадебный ритуал уже в темное время суток в отдельной комнате. В проведении ритуала участвует не только жених с невестой, но и сваты. Здесь не видно на картинке к сожалению дружки со стороны жениха, но вот девушка в желтой кофте это подружка со стороны невесты. Особым образом усаживают жениха и невесту. Они должны скрестить руки и ноги так, что правое колено невесты прижато левым коленом жениха и ее правая рука лежит сверху, а у него лежит сверху левая. Перед молодыми ставят, молодых накрывают шалью. Здесь вот видно часть розовой шаль, собственно, которая ой, прошу прощения, рано. Розовая шаль для того, чтобы пожелать плодовитости молодым. Перед ними ставят плоское сито для провеивания зерна, которая покрыта бананом, рядом стоят тонгбы с алкогольными напитками, мясо на тарелке, ножи должны быть кукри обязательно, светильники, кувшины со священной травой, нож кукри символизирующий жениха, золотая монета символизирующая невесту и петухи. Обязательная часть свадебного ритуала это приношение в жертвы пары птиц. По этим животным также устраивают гадания по количеству капель, которые упали на лист банана после приносения в жертву, сколько будет детей, будут ли дети вообще, если кровь растеклась красиво, то брак будет собственно удачным, если кровь собралась в некрасивые капли, то брак будет несчастлив. Из заимствований индуистской традиции, здесь не очень на картинке видно, но могут покрасить пробор женщины синдуром и надеть зеленые бусы пт. Во время ночной церемонии шаман читает мунхум отворение мира, но акцент он делает в первую очередь на необходимость исследования нормам поведения, которые зафиксированы традицией, и в частности он читает миф об инцесте и говорит невесте, что та не должна вести себя так, как вела себя главная героиня этого мифа об инцесте. Если очень кратко, то значит у сына первой женщины родились от разных женщин сын и дочка, они не знали о том, что они родственники и они вступили в интимную связь. Дальше мифы делятся, мифы расходятся. В одном варианте они сами поняли, что они брат и сестра и они разошлись. В другом варианте собака рассказала верховному божеству о том, что брат с сестрой находится в инцестуальной связи. У них было 10 детей, так, нет, 17 детей. 17 детей. Значит, они решили этих детей поделить. По одной не очень кровавой версии они просеивали через сито зерна и, соответственно, сколько зерен упало на землю, столько осталось с сестрой детей. Сколько зерен осталось в сите, столько детей ушло с братом. По более кровавой версии через сито просеивали непосредственно детей. И те, кто остались в сите, ушли, соответственно, с отцом и стали первыми шаманами. Те, кто прошли через ячейки сито, остались с матерью и стали основателями родов Лимбу, но одной дочке не повезло, ее тянули туда-сюда, оторвали в результате руки, ноги, и она стала духом-покровителем шаманов Фидангма. Это по одной версии. По другой версии она стала просто злым духом. Большая часть верит, что она стала духом-покровителем шаманов Фидангма. Значит, идут еще после вот этого чтения Мунхума идут еще другие дополнительные ритуалы, которые проводятся вокруг центрального столба в доме. Молодежь танцует в это время не молодежь танцует вокруг дома. Запругляться? Да, Тогда я быстро про похороны и все. Так, значит, следующий крупный ритуал это похоронный ритуал. Как вы видите, он отличается от индуистского в основном своем моменте лимбу хоронят умерших. То есть в регионе сильна санскритизация, некоторые лимбу сжигают умерших, но при этом даже после сожжения продолжают иногда хоронить уже прах. Но традиционный способ это именно захоронение. Почему захоронение? потому лимб первый человек был сделан из праха, собственно, из пепла и грязи. И первый неудачный человек также был разорван на части и какие-то элементы первого неудачного человека превратились в духа в земли. Соответственно, умершие лимбы возвращаются обратно в землю. Хоронят обычно на следующий день. Ритуалы захоронения могут отличаться в зависимости от того, своей смертью умер человек или нет. Если человек умер своей смертью, то 3 или 4 дня, иногда 8 дней после смерти семья соблюдает период ритуальной нечистоты и шаман проводит соответствующие операции, направленные на то, чтобы помочь душе умершего достигнуть земли предков, на то, чтобы успокоить членов семьи, проводится ритуальное осушение слез членов семьи умершего. Если же человек умер не своей смертью, то ритуалы проводятся для того, чтобы отпугнуть злых духов или же для того, чтобы помешать погибшему превратиться непосредственно в злого духа, вернуться обратно и начать вредить своей семье и своей народности. Вот, пожалуй, на этом я закончу. Очень интересно, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. А вот вы начали говорить про ритуал поднимания головы. Не говорится. Есть два или три ритуала, которые связаны с подниманием головы. это Мангенна, Нахангма и Тангсинг. Я до него уже не дошла до последнего ритуала Тангсинг. Это ритуал, направленный на единение всего клана и на поднятие головы членов клана, на поднятие головы клана. И одновременно он связан с преданием жизненных сил членам клана и с преданием жизненных сил душе цветку. То есть невозможно обо всем просто рассказать. Лимба уверит в то, что у них есть душа цветок и определенными действиями этой душе цветку надо придать жизненных сил. У меня маленький вопрос. Вы же были в Непале, да? Да. Вы не сталкивались с этим? Ну вот была в районе, где они живут, но непосредственно за ритуалами не наблюдала. Это в интернете найденные все данные. Вообще допускаются неродственники к созерцанию ритуалов? Да, они допускают, плюс они сами выкладывают, они активно, то есть это все из открытого доступа, они сами выкладывают всю информацию, все эти фотографии выложены на фейсбуке, у них есть группы, где они обсуждают, собственно, делятся информацией о том, правильно ли ритуалы проводятся, ну, какая-то информация закрытая, то есть часть какая-то закрытая, не удалось полностью какие-то вещи восстановить. Я хочу спросить, само название лимбо это человек? Лучник, 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 лимбо, лимбо, да, он, при этом у них сложно, то есть лимбо это у них не совсем, это не совсем как бы их название, они себя называют яктумба, да, ну, вот человек как раз, да. все-таки тело захоранивают в земле, дело в том, что это меня очень удивляет, потому что это все-таки Непал или почва, ведь исключительно из-за почвы, все воздушные камни, и всякая могила выкладывается внутри камнями, туда кладут тело, засыпаются и дальше закрывают. у них там есть почва, которую можно копать. Но они не гималайские, то есть они это горы и предгорье Гималаев. Они живут и в Секиме тоже живут. В Секиме у них большое количество. Спасибо. Да, я как раз с Лимбой-то сталкивалась, я только не в Непале, а в Северной Бенгалии, в Тарджелинге, где просто занималась своими племенами народами. Очень большой элемент у них гадательных вещей, по сравнению с другими народами, которые тоже себе доберманские, живут в окрестностях, в Гимал, если сравнить, которые очень близки по языку, а тем не менее либо тоже отличаются, они вообще здорово отличаются, даже от какого-то ближайшего своих соседей, именно в направлении вот этого шаманства, элемента шаманства. И, конечно, я не знаю, я специально не занималась обрядами жизненного цикла, но, по-моему, они тоже насеяны все вот гадательными элементами и такими пролицательскими элементами. Очень интересная тема, конечно. Спасибо. коллеги, добрый день. Очень рада продолжить Неварский блог. Собственно, сейчас поговорим про непальский блог, и сейчас мы поговорим про Невар. Невары это коренное автохтонное население долины Катманду. Они считаются потомками древнейшего населения, и сама этимология слова Невар идентична географическому названию Непал. Невары являются интересным самобытным лингвистическим и культурным сообществом, которое образовало развитую городскую цивилизацию. На языке Невари создана богатая литература, и ремесленники Неварцы внесли большой вклад в развитие искусства Центральной Азии. По религиозному принципу Невары разделяются на практикующих индуизм их большинство и на практикующих буддизм. Однако сами Невары говорят, что у нас 60% буддистов и 60% идуистов. Такой интересный подход к религиозной идентификации основан на том, что для Неварцев религия это не линейное понятие, а многогранная составляющая и отношение к этому понятию подчас проходят в плоскостях нескольких граней. И как раз одним из примеров такого интересного тесного соприкосновения индуизма и буддизма в рамках неварского сообщества проследуется в ритуалах жизненного цикла. Независимо от того индуист или буддист невар все невары проходят в обязательном порядке ряд ритуалов. Это ритуалы, связанные с рождением ребенка, первое кормление твердой пищи, священный брак неварских девочек, социо-возрастная инициация девочек, социо-возрастная инициация мальчиков, естественно свадебные ритуалы и ритуалы, связанные с предпочитанием престарелых людей, которые для неваров являются возживыми богами. В целом здесь мы видим параллели с традиционными санскарми, однако есть и уникальный для неварского сообщества ритуалы, в частности священный брак девочек с фруктом бел, который под собой символизирует божество, об этом я как-то делала доклад на этой конференции, а сейчас я предлагаю поговорить об особых ритуалах неваров в рамках социо-возрастной инициации мальчиков, сильного пола неварского сообщества. Итак, в возрасте примерно от 3 до 13 лет все мальчики невары проходят инициацию под названием кайта пудша, которая с одной стороны представляет собой переход от детства к взрослой жизни, но для 4-летнего ребенка это, конечно, относительно, а с другой стороны, и это самое главное, данная инициация приносит статус неварскому ребенку, полноценного члена своей семьи и своего кланового сообщества. После этой инициации юный неварец может принимать участие в религиозной жизни и также право вступать в брак с девушкой из своей социальной группы. Собственно, если прямо поговорить бегло о ходе данной инициации, то ее основные элементы состоят в ритуальном, в ритуальной стрижке, в ритуальном оловении, повязывании набедренной повязки, тканного пояса. Этими действиями показывается именно переход от детства к взрослой жизни. Но далее ребенок говорит, что он не хочет принимать будущую семейную жизнь и хочет уйти, покинуть дом родителей для того, чтобы изучать веды, если это ребенок из семьи индуистов, или же стать буддистским монахом, если он из семьи буддистов. Для этого ребенка начинают готовить к путешествию. Его одевают в особые нарядные одежды, дают посох, шкуру антилопы, меч, я прошу прощения, стрелы и лук. И собственно ребенок уже готов к своему пути, как дядя со стороны матери, начинает всячески отговаривать его различными уловками. Уловки могут быть такие, что как же так, тебя ждут столько опасностей, ты не выдержишь все это, вплоть до банального предложения денег. В итоге все соглашаются на том, что ребенок остается в доме, исполняет свой долг перед родителем, и в то же время он изучает религиозные доктрины, становится религиозным учеником. Вот такой процесс. Если мы хотим рассмотреть различия между индуистской и буддистской вариацией этого обряда, то разниц не так уж и много. В буддистской интерпретации не так много чисто буддистских символов. Но, конечно же, идет обращение к буддистскому пантову богов, читаются специальные отдельные мантры, проводятся ряд отдельных путш, но в целом чисто по большому счету больше параллелей с обрядом посвящения водоистам. Но, однако, с неварами не так уж все и просто. Дело в том, что неварское сообщество разделено на многомерную и до сих пор существующую в Непале кастовую структуру. И это касается также неварских буддистов. Я не могу сказать назад, что это касан, назовем это социальная группа служителей культа, которая называется Бари. Бари неварский вариант от пхикшу, буддистский монах, входят два клана Возрачарь и Шахи. Различие в том, что семьи Возрачарь еще обладают особо театрическим посвящением, которое дает им право обслуживать ритуалы жизненного цикла как раз же, совершать общественную пуджу и ряд особых тантрических ритуал. Собственно, все вот эти семьи Возрачарь и Шахи принадлежат к определенным монастырям буддистским, которые на Неваре называются Баха и Бахи. Таких монастырей около 250. Их членами могут быть только семьи Возрачарь, только семьи Шахи или же есть монастыри со смешанным составом. В руководство монастырей занимается совет старейшин самых возрастных как раз вот членов этого сообщества. И самый взрослый член неважно Возрачари он или Шахи именуется Тхакан. Собственно, и как раз вот в данной ситуации здесь уже этот монастырь можно сказать что он как раз семья для всех ребят которые входят в для всех сыновей семьи Шахи и Возрачари. И для того чтобы произвести социо-возрастную инициацию здесь уже задача не только самих родителей а задача как раз общины принять мальчиков в свои ряды для того чтобы продолжилось дело как раз продолжилась линия семья буддийского монашества. Для этого организуется специальная инициация под названием Бара Чуяку что можно как перевести делание Бари то есть делание монахам проводится это обязательно как раз в самом монастыре общины и так как монастыри разные бывают большие средние малые то в средних и малых монастырях такая инициация проводится в среднем раз в 10 лет поскольку это все дорого сложно и по большому счету по необходимости когда возраст самого старшего ребенка вот этой общины близок к пубертатному периоду тогда в принципе это ее просто-напросто необходимо проводить и тогда же в группу инициаций присоединяются все мальчики возраста ниже младшего то есть там может могут быть дети от нескольких месяцев до 13-14 лет такой большой глобальный разброс собственно эта процедура церемония проводится на протяжении нескольких дней в первый день мальчики приходят в монастырь за благословением у старейшины и получая это благословение они уже заявили о том что они хотят стать буддийским монахом на них возлагается гастрономический пост и они не могут соприкасаться с нечистыми предметами к коже соприкасаться к собаке все что с этим связано второй день инициации проводится более пышно в монастыре в монастыре присутствует совет старейшин также приглашаются в качестве свидетелей и в качестве воплощения живого трех буддийских драгоценностей буддысанки и дхармы три старейшины из соседних монастырей естественно родственники гости все очень пышно музыканты и этот день прошу прощения еще не дошли начинается с обучательной части все пуджи все ритуалы выполняет сторонний в аджрачаре поскольку у нас тут семья весь монастыре это наша семья а для обслуживания ритуала жизненного цикла приглашается сторонний человек и он совершает пуджи мальчики должны за ним повторять все если у нас тут младенцы или малолетние дети то за них все действия повторяет женщина из семьи ребенка после этого кульминация этого дня заключается в том что тхакали старейшина монастыря подходит каждому из ребенка из каждого из детей и на макушке завязывает прядь волос об этом собственно который необходим нам до следующего дня на следующий день основной день начинается с предоставительных ритуалов дома дети омываются стригут ногти приходят в монастырь где опять же также торжественно много гостей в начале идет можно сказать так проповедь читается тексты на санскрите с переводом на неваре о том что потребуется от детей если они хотят получить посвящение прежде всего потребуется отречься и победить пять смертных грехов и принять обеты отказа от насилия воровства похоти употребление лжи употребление алкогольных напитков и также посещение увеселительных мероприятий мальчики со всем этим соглашаются после этого происходит ритуальная стрижка где сбриваются все волосы за исключением пучка волос которые тхакали завязал накануне мальчики раздеваются им надевается набедренная повязка и объявляется о том что теперь мальчики перешли в статус домохозяина они взрослые самостоятельные люди и спрашиваются действительно вы после этого хотите стать монахом мальчики подтверждают свое твердое желание и как раз вот сама церемония инициации в монахе происходит после того как тхакали подходят каждому из мальчиков и отстригает пучок волос который остался как раз является символом домохозяина отличие от всех предыдущих социальных сообществ невар после этого мальчики уже можно сказать являются буддийскими монахами их облачают в специальные одежды монашеское облачение выдают украшения серьги браслеты ожерелья чаши для подаяния и докладываются дополнительные обеты отказ от дорогостоящих предметов парфюмерии косметики посещение музыкальных и просто театральных представлений также отказ от пищи употребления пищи во второй половине дня по большому счету серьезные монашеские монашеское расписание и после этого мальчики во всем вот этом одеянии совершают праздничную процессию по улицам по соседним улицам дабы показать всем что у них вот сейчас новый статус они действительно монахи процессе после завершения этой праздничной процессии все возвращаются в монастырь где устраивается огромный праздник для всех гостей но однако для самих мальчиков которые уже монахи не могут посещать увеселительные мероприятия это все в пролете мальчики возвращаются домой молиться поститься так 4 дня непальские дети проживают жизнью настоящего монаха они посещают дома своих родственников потому что они должны питаться только от подаяния и чувствуют на себе всю эту жизнь по прошествии четырех дней новый ритуальный день происходит опять же в монастыре но не публично а в особом тантрическом закрытом храме агам где собираются уже только близкие люди и эта инициация называется как раз отказ от обедов или снятие себя монашеских рисков ребята заявляют действующему жрецу о том что очень тяжела жизнь монаха не способна они потянуть ее воплотить ее своей жизнью на что дэо гуджи отвечает ничего страшного если вы будете жить и домохозяином вы тоже достигнете небес однако остерегайтесь лжи остерегайтесь желания чужой жены остерегайтесь насилия таким образом детей разоблачают из риса также и одевают на них обычную подарочную новую одежду тем самым и отправляются домой где тоже и опять все это также празднуется глобально и теперь после этого считается что молодые неварцы приобрели статус члена монастыря они уже и все-таки уже и монахи после этого они также имеют право участвовать во всех религиозных действиях общины имеют право на доход от общины если такой общины имеется и также имеют право взять себе в жены девушку из клана барь но как но еще как вы помните есть особый клан среди неварских священнослужителей под названием вожрачарь это клан имеющий тантрическую инициацию так для детей вожрачарь существует еще одна дополнительная инициация чтобы как раз в этот клан вожрачарь пойти все вожрачари все семьи вожрачари в невари входят в один союз общий вожрачари в который базируется и управляется из храмов Катмандуши до сих пор в этом и как бы главой вот этого клана является самый взрослый член тхакали всех монастырей именно который должен быть вожрачарь официально все церемонии связанные с посвящением вожрачарь должен как раз вот этот вот старейшина проводить но физически это нереально поэтому он делегирует свои полномочия ряду других своих ближайших помощников и проводятся определенные инициации которые называются по невари очагу что дословно переводится как раз становление очага очарья иначе можно сказать или же есть санскритское наименование 5 благословений все это проводится в более закрытом режиме в тантрическом храме монастыря но на сей раз уже приглашается 5 сторонних хакали с 5 сторонних монастырей для того что и своим присутствием они символизируют 5 трансцендентных буд буд и на мальчиков осуществляется благословение основными элементами тантрического культа ваджрой колокольчиком так что у нас там еще может быть так раковиной нет ну короче говоря вот все что связано там называется 5 именно 5 благословений а вот и а корона корона еще которая традиционна для именно тантрического неварского культа и в итоге мальчики можно сказать все после этого а также проходит праздничная процессия в по соседним монастырям по соседним улицам для того чтобы все видели для как сказать для официального обозначения новых ваджрачаря и в итоге община пополняется однако официально именно фиксация в качестве членов ваджрачаря новых ребят происходит на ежедневном собрании как раз вот этой общины ваджрачаря раз в год они официально записываются и признаются членами санки таким образом а и значит важным какой момент здесь если мальчики прошли эту инициацию то за ними закрепляется статус именно как раз тантрического служителя и это инициация именно посвятительного характера поскольку социальных значений она никаких дополнительных не приобретает мальчик уже является членом своей касты вот этой вот группы баре и он также может вступать в брак с девушкой как в жрачаре как шакья по той причине что это все одна социальная прослойка и собственно завершить свое выступление хочу тем что одна из классификация инициации которая принята в религиоведении заключается как раз то что есть ритуал разделяется на возрастная инициация выступление в закрытое общество и духовное посвящение вот как раз вот в рамках этого самобытного сообщества сообщества в Непале в рамках Неварского социума мы можем проследить как раз вот все три этих инициаций что достаточно интересно и познавательно познавать спасибо это сложное очень понятие потому что ну 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 используется слово каста однако мы понимаем что ну это не тот термин потому что я бы назвал это клан вот так вот по большому счету больше словно но то что джат можно назвать что вот сами называют а дело в том что на 100 там все настолько переплетено потому что сами например эти служители культа каста шаки они могут они могут быть не только служителями культа они также еще ювелиры поэтому вроде бы как у них и профессия другая есть и вот и в непаль настолько переплетена вот вот это вот кастовая система что вот и кастовый по сути дела не назовешь а вот именно такая вот система социальных групп вот и вот и вот и вот и вот и действительно тяжело найти какое-то правильное одно слово больше как раз вот европейцы используют каста но не немножечко вот тяжело его использовать поэтому я предпочитаю что-то больше более универсальное вот ну вот естественно касты себя никто не называет какие индигенные термины ну вот как раз по родовому имени все у них в основном идет под фото классификационный термин есть какой-нибудь дело в том что официально кастовая система не поля отменена и поэтому никак вот из поэтому никто об этом даже не заикается но как-то но как-то делить то надо вот и например в качестве очень интересная такая вещь нет никаких достоверных информации по поводу религиозной принадлежности как раз него в неварском сообществе по той причине что вот нет и как у них невары они все идут как одна то есть мы их не можем разделить на каст невары идет как одно одно сообщество хоть да хотя там вот так все намешано и поэтому как раз много вопросов много возможностей для исследований чтобы попытаться в этом разобраться да они знают они знают они пользуются этим делом очень похоже на беру кстати такая же ситуация простите у вас там было перечисление расставных обрядов жизненного цикла и последнее было почитание престарелых людей да я их не привела по той причине что они уже разнятся а тут я привела те ритуалы которые очень идентичны для всех неваров практически одна и та же схема да проводится ну как я понимаю это характерно не только для неваров в возрасте от семидесяти семи лет семи месяцев и семи дней пожилой человек приобретает статус бога и проводятся определенные обряды у него второе рождение происходит и дальше так же когда восемьдесят восемь лет восемь месяцев и там вплоть до ста лет но таких людей живут сейчас немного и поэтому эти ритуалы уже больше редкость однако иногда встретить можно то есть их одевают в такие праздничные королевские можно сказать одеяния выводят на носилках на улицу вот как раз вот это как раз вот параллельно так как раз вот разрешение принимать участие в ритуальных действиях оно и предполагает что как раз они должны понимать что они делают вот но тут тоже единственный конечно момент в том что по большому счету практики то никакой только вот именно посвятить больше такой вот ну галочку поставили что вы теперь можете это делать учиться конечно в школе в школе у них школа обычных которые вот но кстати и интересный факт что часть детей они действительно отказываются от отказа от этого посвящения и продолжают жизнь монахов есть и такое но обычно это в семьях которые для которых более тяжело содержать детей по-моему маленький вопрос конечно как бы не только к вам уже сегодня второй раз прозвучал термин дядя по материнской линии и в соцкрите специальное слово матула дядя по материнской линии вы знаете униваров почему я не знаю как униваров но вообще вот в этнографии известно что обряды посвящения чаще всего всего мира совершают дядя по материнской линии у наеров трилинейных он заменяет отца у сербов стрых называется это огромная тема колоссальная хорошая тема для следующей конференции он очень много обрядов на нем очень много ответственности в общем это не связано вообще это совершенно не связано это архаическая традиция которая связывает рождение ребенка в основном с матерью поскольку участие мужчины не очевидно нет квадролинейной связи но поскольку это патриархальное общество то тогда соединяется вот эта матриархальная с патриархальной я просто спасибо большое спасибо